Итак, блокчейн понятным языком. Почему так много блокчейнов и их сетей? Какая между ними разница и вообще для чего они все нужны? Блокчейн с английского переводится как цепочка блоков, что разделяется на два слова блок и чейн и звучит в дословном переводе как блок и цепочка. Блок плюс чейн равно цепочка блоков. Блок – это запись в цепочке блоков, которая содержит и подтверждает множество ожидающих транзакций. В среднем приблизительно каждые 10 минут добавляется новый блок ко всей цепочке блоков. А цепочка блоков – это публичная запись биткоин-транзакции в хронологическом порядке. Здесь мы можем схематически на этой картинке увидеть, как функционирует цепочка блоков. Здесь схематически нарисованы блоки и взаимодействие между ними. Блокчейн – это база данных, обязательные условия с отметками во времени. Вы можете добавлять куски с информацией, и они будут добавляться четко по времени в общую цепочку блоков. Все эти блоки содержат прозрачную базу данных, которую могут просматривать все участники сети. Это относится не только к майнерам и не только к тем, кто подтверждает транзакции, а вообще ко всем пользователям, которые могут зайти на транзакцию и просмотреть, в какой цепочке блоков она была сделана, в котором часу, куда она относится и так далее. Вся эта информация в публичном доступе всегда хранится в блокчейне. Попытаюсь объяснить словами еще проще. Блокчейн – это децентрализованная база данных, которая предназначена для хранения последовательных блоков. И там должны быть обязательные наборы характеристик. Это версия, это дата создания, информация о предыдущих действиях в сети. Ну и также важно заметить, что блокчейн является неизменным. Мы не можем изменить ту информацию, которая уже отобразилась в блокчейне. То есть те блоки, которые записаны, подтверждены всеми узлами сети, они уже являются неизменными. Обратной дороги нет. Все, что зафиксировалось, все осталось навсегда в блокчейне. Говоря своими словами, блокчейн представляет базу, которая хранит данные. Она выглядит в виде своеобразной цепочки. И важно заметить, что эта цепочка непрерывная. И эта цепочка хранит N-ные блоки информации. Такая база в одно время может храниться на нескольких компьютерах одновременно. И также важно заметить, что добавление блоков происходит на постоянной основе, обновляя базу данных. В новом блоке содержится своя группа, которая предусматривает накопившуюся информацию, то есть транзакции, за последний период времени. Такие записи и заголовки всегда будут упорядоченными. До появления биткоина и других криптовалют у людей было всего лишь два способа передачи денежных средств. Первое это с рук в руки, то есть непосредственно контакт человека с человеком. И второй вариант это передача денежных средств через посредника, например, через банки, через платежную систему. По всему миру технологии блокчейна используют для перевода денежных средств. Если вы отправили деньги другому человеку по блокчейну, то множество компьютеров, то есть узлов в сети подтвердят это и сохранят данную информацию навсегда в блокчейне. Процесс отправки денег реально занимает считанные секунды. И также деньги, которые переводятся по блокчейну, невозможно потерять, либо же подделать, то есть сделать их фальшивыми. Все это занимает маленький период времени и важно, что нету посредника. То есть между вами, между людьми, которые отправляют друг другу деньги, нету никакого посредника, который будет взимать невероятное количество комиссий, как делает этот банк. Или, к примеру, Western Union, там вообще, честно, драконовские комиссии, которых можно избежать, используя просто блокчейн. Для еще упрощенного понимания, что такое блокчейн, чтобы вы визуально и зрительно могли представить, как работает это все, представьте перед собой просто книгу со страницами. И добавление каждой новой страницы – это добавление нового блока информации в блокчейне. Она добавляется в режиме онлайн, а предыдущие все страницы невозможно удалить, вычеркнуть, испортить. Они сохраняются в книге навсегда. Так вам будет легче понимать, как эта система работает. Здесь я вместе с дизайнерами нарисовала легкую картинку для понимания информации, как устроен блокчейн. К примеру, девочка по имени Элис хочет переслать биткоины парню по имени Боб. Что она делает? Первым делом это, конечно же, заводит криптокошелек и кладет туда свои биткоины. Второе – это она создает сообщение о транзакции, подписывает и зашифровывает его. После чего транзакция передается в сеть и собирается в блок вместе с другими транзакциями, которые были сделаны в то же время от разных пользователей по всему миру. Дальше блок рассылается всем участникам системы, всем узлам, всем компьютерам, которые подтверждают этот блок. То есть, например, майнерами для проверки. Дальше, когда блок подтвердили, проверили, блок попадает в цепочку блоков и после каждый участник записывает блок в свою базу данных. То есть записывают все эти страницы в книге, фиксируют, что теперь это истина и оно сохраняется навсегда. Только после этого Боб получает биткоины от Алис. Но это все реально проходит за считанные минуты. На каждом блокчейне есть период времени отправки транзакций и когда она попадает в блок. Биткоин у нас считается самым медленным блокчейном. Дальше у нас идет эфир. Дальше у нас идет все быстрее и быстрее блокчейн. И такие, как Solana, например, где транзакции проходят вообще за считанные секунды. Есть еще блокчейн Binance Smart Chain. Но об этом мы немножко позже поговорим. Здесь я хотела акцентировать внимание на то, что это все проходит достаточно быстро. Вот эта вся система, которую я только что рассказала, проходит за пару минут. Буквально за пару минут. Для чего нам нужен блокчейн? Основной характеристикой технологии блокчейн является система распределенного реестра. Система распределенного реестра ведет учет всех предыдущих транзакций. Поскольку все транзакции не проводятся в одном месте, а распространяются по сети компьютеров, либо же узлов, вся сеть коллективно согласовывает содержание реестра, то есть подтверждает это. Средство, с помощью которого согласуется содержание реестра, называется механизмом консенсуса. В централизованной системе, такой как банк, вся информация, транзакции подтверждаются и хранятся в централизованной системе. В нашем случае именно банком. К примеру, если возьмем рандомные имена, Саша захотел перевести Кате 1000 долларов через банк, то, соответственно, изначально он пошел в банк и передал эту 1000 долларов банку. После чего банк проверил наличие денег и начал процесс перевода денег Кате. В этой транзакции и Саша, и Катя доверили проверку и доверили всей своей деньги такой системе, как банк. Весь этот процесс добавления, удаления и обновления данных осуществляется посредником, банком в нашем случае. То есть централизованная система, которая этим управляет и строится это все всего лишь на доверии. С этого можем сделать вывод, что основной характеристикой централизованной системы является доверие людей и вера в то, что банк будет работать еще долгий период времени, поскольку все остальное у нас ничем не подтверждено. Поэтому напрашивается вывод, что обычная банковская система максимально централизована и по этой причине не только не защищена от ошибок, но также она имеет очень много уязвимостей. В отличие от нее технология блокчейн это децентрализованная распределенная система без управляющих узлов. В децентрализованной системе пользователи транслируют транзакции по всей сети и определяют, что эти транзакции верные, как раз распределенные сети узлы. И ответственность за эту проверку лежит на узлах сети, которые подтверждают транзакции. В централизованной системе центральный орган будет проверять каждую транзакцию и проверять ее подлинность. В децентрализованной системе, то есть в блокчейне, нет определенного лидера, который будет подтверждать ту или иную транзакцию. Все это возлагается на множество компьютеров, которые являются майнерами и которые являются узлами сети. Это нам дает то самое название децентрализации. Это значит нету лидера мнений, нету какого-то главного человека, который будет управлять этим всем и который потом останется со всеми деньгами, как в случае с банком может произойти, когда он просто лопнет, либо же закроется, либо же объявит о том, что у банка больше нет денег и он банкрот. Из-за этого в блокчейне сеть должна коллективно согласовывать, является ли транзакция действительной, либо же недействительной. Это делается с помощью механизма консенсуса. Если сеть коллективно соглашается, что транзакция действительно, только после этого данная транзакция добавляется в блок, а дальше блок добавляется к цепочке блоков и записывается во всю сеть распределенного реестра. Поэтому в первую очередь блокчейн это технология определения доверия. Блокчейн содержит только надежные и проверенные транзакции и тем самым предотвращает мошеннические схемы и двойные траты внутри сети. Блокчейн технология впервые была предложена ее создателем, которого называют Сатоши Накамото еще в 2008 году. На создание блокчейна и воплощение его в жизнь ушло приблизительно около 10 месяцев. И давайте пройдемся по основным чертам и характеристикам блокчейна. Их всего три, но они очень важны для понимания, что же такое блокчейн. Первое, это то, что нет единого центра записи данных. Второе, база хранится у всех участников системы. Все, кто подтверждают транзакции, все эти множество компьютеров, которые находятся по всему миру, все имеют копию базы данных. То есть ее поэтому невозможно подделать. И третья характеристика, то что каждый блок ссылается на предыдущих, таким образом создавая вот эту непрерывную цепочку блоков, которая в итоге и записывается в базу блокчейна. То есть блокчейн это такой регистр, который полностью открыт для каждого участника сети и который фиксирует сделки между двумя сторонами, записывая их навсегда в блокчейн. Он исключает присутствие на этом процессе третьей стороны. И таким образом это помогает нам платить меньше комиссии и упрощает весь процесс пересылки денег между участниками. Будь они на любом континенте, в любой точке мира и неважно какое время, также заметить обязательно, что вы можете отправить деньги даже ночью. Вам не нужно ждать, пока начнет работать банк, пока откроется Western Union для того, чтобы прийти и занести туда деньги. Можете отправить транзакцию ночью и она через маленький период времени, через считанные минуты придет к получателю, который еще, к примеру, спит. Вы не подвязаны абсолютно к централизованной любой системе, что позволяет вам удобно и в любой период времени, когда вам это нужно, отправить деньги получателю. И давайте подытожим и пройдемся по самым ключевым преимуществам, которые относятся к блокчейну. Почему он набрал популярность? Также хочу сказать, что блокчейн это не значит биткоин. Есть блокчейн биткоина, есть блокчейн эфира, есть блокчейн соланы, блокчейн космоса, блокчейн пулькодота и еще каждым годом появляется энное количество новых блокчейнов. Первым самым важным, конечно, является защита данных. Специально разработанная специфика защиты данных никаким образом не может изменить информацию, либо же удалить ее. Второе преимущество это децентрализованная система управления. Это преимущество показывает, что у блокчейна нет определенного центра сбережений, либо же места для сбережения блокчейна. И примечательно то, что все решения принимаются коллективным методом, то есть, по сути, такая демократия. С помощью децентрализации сеть очень сильно устойчива, ее практически невозможно сломать. Практически, потому что есть доля маленькая, доля вероятности, конечно же, что это может быть, когда когда-то там будут квантовые компьютеры и так далее. Поэтому всегда фигурирует слово практически. Также блокчейн не подлежит цензуре и государство, либо же какая-то крупная компания не может им управлять. Третье преимущество, конечно же, прозрачность совершенных сделок. Имеется в виду транзакции. Любой пользователь сети, либо же участник сети, может владеть, либо же просматривать всю историю информации по блокчейну. И также любой пользователь, даже вы, можете проверить самую первую сделку в блокчейне. Четвертое преимущество блокчейна – это, конечно, заниженные расходы на сделки. Поскольку я уже говорила, что банковские системы и классические инструменты перевода денег в финансовой сфере – это достаточно дорогостоящие удовольствия. Для того, чтобы с легкостью завершить транзакцию, блокчейн дает возможность без посредников сделать это, уплачивая очень маленькую комиссию в сети. Пользователи также могут облегчить и упростить проверку своих сделок, уменьшить время на их оформление и довести до минимума риски подделок и мошенничества. Ну и пятое основное преимущество – это быстрота сделки, то есть быстрота происхождения транзакции. В связи с тем, что блокчейн является одноранговой сетью, сделки совершаются лично между самими пользователями. Посредники здесь не участвуют. И все операции проходят независимо от того, где находится пользователь, в какое время, и нету здесь критерий суток. То есть нет времени ночи, дня, абсолютно все равно. Онлайн можно пересылать любую транзакцию в любое время суток. Мы, в принципе, разобрали основные базовые понятия, что такое блокчейн. На простом примере я попыталась объяснить, как это выглядит, что это выглядит как книга, что это цепочка, которая является непрерывной, которая всегда сохраняется. И также разобрали основные характеристики блокчейнов. Чем отличается блокчейн от централизованной системы, от банка? И в чем плюсы того, что мы можем переслать деньги в данное время по технологии блокчейн. Ну и до скорой встречи в следующем ролике.